Переходим к обзору дорожных ЧП. В Златоусте молодой человек на иномарке вылетел на встречку и устроил аварию. А в Магнитогорске столкнулись около 10 автомобилей. Кадры с регистратора. Видно, как легковушка резко вылетает в кювет. Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Хонда, не вырубил безопасную скорость движения с учетом дорожных условий, допустил выезд на полу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Митсубиси под управлением водителя 1993 года рождения. Травмы получил водитель Митсубиси. Его забрали в больницу. А это Магнитогорск. Здесь друг за другом столкнулись около 10 автомобилей. Пользователи сети предполагают, что все дело в скользкой дороге. По предварительным данным, обошлось без серьезных травм. Тем временем сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, на котором продавцы цветов развозили букеты. Оказалось, что на этой машине несколько неоплаченных штрафов. Общая сумма задолженности – 130 тысяч рублей. В рамках исполненного производства в отношении имущества должника был вынесен запрет на регистрационные действия. Данный транспорт был установлен в местонахождении транспортного средства и подлежал изъятию и автобусе ареста. В итоге машину арестовывать не стали из-за того, что владелец тут же рассчитался с долгом. А в другой части города автоинспекторы остановили маршрутку. Оказалось, что у владельца микроавтобуса многомиллионные штрафы за несколько таких маршруток. Для погашения задолженности данный автобус был арестован и направлен на ответственное охранение на специализированную стоянку. Госавтоинспекция напоминает, что штрафы за нарушение правил дорожного движения должны оплачиваться в установленные сроки. За такое нарушение водители вынуждены будут заплатить в два раза больше суммы штрафов или провести под арестом до 15 суток. Субтитры создавал DimaTorzok